А сегодня у нас беседа о том, как избавиться от глистов в том случае, если они у вас все-таки есть. И в конце программы я отвечу на некоторые самые частые вопросы на тему гельминтов. Вообще в интернете очень много видео и статей с завлекающими названиями, вроде того, «Выпей одно это средство, и все глисты и паразиты из тебя сразу вылезут». Нет, все глисты и паразиты точно не вылезут. Я хочу, чтобы вы для себя четко уяснили, что не существует одного единственного средства, которое могло бы избавить от всех глистов и паразитов разом. Хотя бы просто потому, что в мире существует слишком много самых разных видов глистов и паразитов, у них разные способы размножения и разные способы развития в человеческом организме. Поэтому то средство, которое подействует, например, на одного глиста или паразита, на другого оставят совершенно равнодушным. Тут я хотел бы сказать еще вот о чем. Некоторые люди не понимают разницы между словами «глисты» и «паразиты». То есть многие люди считают, что слова «глисты» и «паразиты» – это синонимы. На самом деле это только отчасти так. Да, глисты – это паразиты, но не все паразиты – это глисты. Непонятно? Сейчас поясню. Помимо глистов, к паразитам относят целый ряд простейших, которые вызывают паразитарные заболевания. Это и лямблии, таксоплазмы, трихомонады. Даже возбудитель амебной дизентерии или возбудитель малярии – малярийной плазмогии – тоже относятся к паразитам. По большому счету, к паразитам можно отнести даже многие вирусы, грибки и бактерии. И понятно, что на всю эту разнообразную живность невозможно воздействовать одним общим способом. В каждом конкретном случае нужно подбирать свое отдельное лечение. Даже разные виды глистов выгоняются из организма разными способами, в зависимости от их вида. Поэтому, когда вам обещают, что одним способом вы сможете вывести из организма всех паразитов, это, мягко говоря, ложь. Повторюсь, даже различных видов глистов нужно выгонять из организма, вытравливать по-разному. Еще один момент. Если говорить о чистках непосредственно от глистов, то нужно понимать, что большинство противоглистных, то есть антигельминтных средств – это нейротоксины. И когда вы этими средствами травите глистов, то в какой-то мере вы в этом случае слегка травите и себя. Просто доза нейротоксина не очень большая, и глисты от этой дозы погибнут, а вы – нет. Но, тем не менее, некоторая интоксикация организма у вас все равно будет. Поэтому не нужно относиться к чисткам от глистов легкомысленно и пить таблетки от гельминтов просто так наугад. Для профилактики. Даже с травами от глистов нужно быть аккуратнее. Например, известная русская трочатка Иванченко, которую предлагают пить от гельминтов, содержит в своем составе помимо полыни и гвоздики пижму. А пижма, особенно в неправильных дозировках, достаточно токсична. И поэтому с ней нужно быть осторожнее. Соответственно, если у вас дома живут домашние животные, и вы хотите провести противоглистную профилактику, или вы озабочены идеей о наличии глистов и страсть, как хотите, от них почиститься, то лучше использовать русскую трочатку Иванченко номер 2, а не номер 1. Она менее токсична, и у нее меньше побочных эффектов. Применять ее можно взрослым и детям старше 12 лет. Конечно, при отсутствии противопоказаний и аллергии к ее компонентам. Для приготовления трочатки номер 2 покупаем в аптеке плоды тмина, цветки, календулы и корень аира. Соответственно, берем тмин, плоды или семена, как их называют, одну часть, корень аира две части, календулы цветков две части. И все эти компоненты нужно измельчить в кофемолке, тщательно перемешать, и на один прием вам потребуется чайная ложка этой смеси без горки. В первый день съедаем одну чайную ложку из горки за 30 минут до завтрака, запивая водой. На второй день съедаем одну чайную ложку этой смеси перед завтраком и затем одну чайную ложку перед обедом, запивая опять же водой полстакана или стакан воды. Если вы все нормально переносите, то начиная с третьего дня вы принимаете эту смесь три раза в день, то есть за 30 минут до еды, перед завтраком, перед обедом и перед ужином, Курс лечения 14 дней Затем вы принимаете эту смесь 1 раз в неделю Только 1 раз в день, то есть чайной ложкой перед завтраком На протяжении 3 месяцев И повторять такой курс лечения можно 1-2 раза в год по необходимости Вообще, троятчатка номер 2 достаточно неплохой метод чистки организма Но есть еще один метод, давно известный Сейчас почему-то отчасти позабытый, но очень хороший, малотоксичный Мне этот метод нравится гораздо больше Метод почти не имеет побочных эффектов и противопоказаний Он подходит для лечения и взрослых, и детей Это применение для очистки от листов обычных тыквенных семечек Специальным способом готовят эмульсию или отвар Которую нужно будет принимать по определенной схеме от 1 до 7 дней Как принимать? Чтобы долго не рассказывать и чтобы вы ничего не перепутали Я написал об этом статью И ссылка на эту статью будет дана под нашим сегодняшним роликом Чтобы увидеть ссылку, переходите в комментарии под видео И там вверху вы найдете мой закопленный комментарий С полезной информацией и с полезными ссылками Что еще нужно знать о чистках от гемминтов? При проведении чисток нужно пить больше воды Чтобы вымывать из организма токсины и продукты распада Непосредственно перед чистками нужно 3 дня пропить энтеросорбенты Скажем, активированный уголь или полифепан, энтеросгель или полисфорб В общем, какой-то один из этих препаратов И эти же препараты нужно пропить после чистки тоже 3 дня Ну и главное, дорогие друзья, все-таки не нужно зацикливаться на теме глистов Поскольку глисты у здоровых людей с хорошим иммунитетом бывают не так уж часто Теперь отвечу на некоторые вопросы, которые по теме глистов нам задавали чаще всего Можно ли заразиться глистами, гельминтами от животных, которые живут с нами дома? Да, можно, если слабый иммунитет или у вас снижена кислота желудочного сока Следующий вопрос А если я травлю у своей собаки или у кошки глистов 2 раза в год Мне тоже нужно пить таблетки от глистов? Я думаю, что учитывая все-таки токсичность таблеток Нет, не нужно пить таблетки от глистов 1 или тем более 2 раза в год Но вот те методы, о которых мы говорили в этом ролике Это русская тройчатка номер 2 Или способ с тыквенными семечками использовать можно А где и как заражаются глистами люди? Ну, глистов можно, извините, подцепить при слабом иммунитете чуть ли не где угодно Можно и с пищей, с немытыми руками, даже поплавав в водоеме Но еще раз хотел бы сказать Ну, не надо чуть что подозревать, что вы заразились глистами Все-таки, к счастью, люди не так часто ими заражаются Следующий вопрос Нужна ли какая-то особая профилактика? По сути, ее не существует, кроме обычных методов гигиена Чаще мойте руки, обязательно тщательно мойте фрукты и овощи Ну и по возможности не особо целуйтесь с животными Еще один вопрос Правда ли, что от глистов хорошо помогают клизмы? Ну, на самом деле, глистам клизмы не особенно страшны Если клизмы и смоют какое-то число глистов, то незначительно А потом остальные снова размножатся Помогают ли от глистов гвоздика или чеснок? От каких-то, да, помогают В целом эти лекарственные растения достаточно полезны Если у вас, конечно, нет к ним противопоказаний Но не нужно думать, что, как в интернете утверждают Что гвоздика или чеснок помогут буквально от всех глистов и паразитов И с моей точки зрения, лучше все-таки использовать тыквенные семечки Или тройчатку номер два Еще один вопрос, который задают мне очень часто И который наверняка зададут все-таки после этой программы Тройчатка, русская тройчатка Иванченко номер один Которую мы уже здесь упоминали Можно ли ее использовать для очистки организма от каких-то гельминтов, от глистов? Да, можно в том случае, если у вас нет противопоказаний Если вы не боитесь побочных эффектов и некоторой интоксикации И нужно понимать, что это достаточно жесткий метод Поэтому его надо использовать только в том случае Когда вы совершенно 100% уверены, что у вас есть в организме глисты И вот еще раз, мне лично было бы спокойнее использовать семена тыквы Метод с семенами тыквы или русскую тройчатку номер два Эти методы гораздо мягче И вопросы про таблетки, которые нам задавали Очень часто нас спрашивают про какие-то конкретные наименования лекарств Вот доктор, я принимаю такие таблетки или такие-то Как вы к ним относитесь? Я хочу еще раз подчеркнуть, что таблетки Именно таблетки, ну фармпрепараты от глистов Нужно использовать с аккуратностью Каждый вид таблеток, каждый вид препаратов Воздействует на каких-то конкретных глистов На какие-то конкретные виды И поэтому вот я хочу, чтобы вы это для себя уяснили Прежде чем пить такие таблетки Нужно четко понимать, с каким видом глистов вы боретесь А для этого нужно предварительно сдать анализы, чтобы выяснить, какой вид глистов у вас в организме обитает И подбирать такие таблетки нужно только вместе с врачом Дорогие друзья, и это на сегодня все Не забудьте посмотреть полезную информацию под видео И как всегда мы просим, если вы пользуетесь нашими методами лечения Напишите нам в комментариях под роликом, каких результатов вам удалось добиться А также делитесь в комментариях своими историями борьбы с паразитами Как успешными, так и неуспешными Это будет важно и для нас, и для многих других наших зрителей А мы желаем вам всего доброго Будьте здоровы и подписывайтесь на наш канал На этом закончим ролик На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов А также о болезнях и способах их лечения Поэтому прошу не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими